На изготовление вот этой обереговой куклы-пеленашки в лопоточках у меня ушло минут 20. Правда, пришлось прийти сюда пораньше, еще до официального начала мероприятия. Позже здесь не будет мест. Эта кукла известна с давних времен. Она является хранителем очага, приносит счастье и благополучие в дом. Ее можно было делать как себе, так и в подарок. Традиционным славянским оберегам было посвящено несколько мастер-классов. Один из них привезли подольские рукодельницы. Новгородская кукла-оберег, по мнению мастера, незаслуженно забыта. С ней педагог познакомилась три года назад на Новгородском Вече в Великом Новгороде. Основа оберега – Божье око или калаврат, исполняемый в виде ромба. Мы знаем, что ромб – это символ полного очага, достатка. Потом это пожелание большого потомства. То есть, если дарили девочку, мальчику, значит, ему желали, что в будущем, чтобы он нашел свою половинку, чтобы у него была семья крепкая, много детушек. Также девочке, получается, дарили мальчика, чтобы она встретила свою вторую половинку, и чтобы у него все было хорошо тоже в доме, в будущем счастливая семья. А еще в городе мастеров можно было научиться рисовать, делать игрушки из глины, тесто плести на коклюшках, резать по дереву. Кстати, начинать обучение этому ремеслу лучше с художественной резьбы по фруктам и овощам. Занятия сродни карвингу. Мы по резьбе занимаемся, резьбой по дереву. Но у нас как бы начало, вводный урок – это знакомство с инструментами. Перед тем, как дети начинают вырезать по дереву, им нужно познакомиться с инструментами, дабы не порезаться и понять, как вообще пользоваться. И поэтому мы берем и на фруктах, овощах делаем это. Когда дети сделают эти фрукты, они их съедают. Несколько стендов на конкурсе фестиваля посвящалось теме 70-летия победы в Великой Отечественной войне. К примеру, Даша Носкова работает с фетром и в память о своем деде изготовила точную копию медали за боевые заслуги. На фестивале давала мастер-класс по изготовлению орденских планок. Очень серьезная тема получилась. И нужно, чтобы все помнили об этом. Все помнили, насколько это важно, насколько нужна нам память о таком событии, как война. В этом году на конкурсе фестиваля по народным и художественным ремеслам творчества было представлено рекордное количество мастер-классов – 199. 211 юных мастеров приехали рассказать о своем творчестве видновчанам, а 60 педагогов обменяться опытом с коллегами. Все здесь как самые хорошие друзья. И все уже друг друга знают много лет, 12 лет мы уже встречаемся на нашей земле. И мы, в общем, даже не зависит от того, какая погода, какое настроение было вчера, сколько досталось оборудования или стульев на мастер-класс. Все всегда в очень хорошем, доброжелательном настроении и всегда только благодарят. Потому что мы… Это праздник для всех. Самое важное – это сохранить свой язык, свою культуру. Только тогда мы сможем остаться теми, кто мы есть – русскими, славянами. Так приветствовала участников фестиваля и его гостей заместитель главы района Елена Добрина. Славянские народы всегда отличались дружбой. Славянские народы всегда поддерживали друг друга и в горе, и в радости. И поэтому никому никогда не удастся раздружить и рассорить славянские народы. Потому что мы скреплены в том числе и теми, в честь кого празднуется День славянской письменности. Скреплены святыми Кириллом и Мефодием. По традиции в рамках проведения фестиваля состоялся большой праздничный концерт с участием творческих коллективов Центра детского творчества «Импульс и гармония» и общеобразовательных школ. Татьяна Снежко, Алексей Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.